Сегодня вестники Северодвинска. Над городом кружат вертолеты. На Севмаш предприятий ждут высоких гостей. Отключение электричества, снегопад и сосульки. Жилищники встретили Новый год на работе. В храмах не было свободных мест. Северодвинцы отметили Рождество с толпотворением. Лечить или не лечить, вот в чем вопрос. Медуслуги в празднике оказались вне доступа. Здравствуйте! С вами в новом году Вестник Северодвинска. Мы напоминаем, что на канале «Звезда» вы можете смотреть нас в 6.25 утра, 13.15 днем и в 7 и в 10 часов вечера. В студии Владимир Богомолов и, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Северодвинцев настораживают летающие над городом вертолеты. В их количестве мнения расходятся. Цифра колеблется от 1 до 3. Основная версия – это репетиция перед появлением высоких гостей. Завтра в городе ожидают приезда министра обороны страны Сергея Шойгу. Как и другие именитые гости города, Сергей Шойгу предпочел не ездить по автодорогам, а прибыть по воздуху. Вертолеты над нашим городом по одной из версий отрабатывали посадку. Пресс-служба «Севмаша» с приездом министра полеты над городом не связывает. Впрочем, прибытие высокого гостя подтверждает. Министр обороны Сергей Шойгу приедет в наш город в середине дня на церемонию подъема флага на АПЛ Юрий Долгорукий, которая войдет в состав ВМФ России 10 января. Кроме Сергея Шойгу ждут главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Виктора Черкова, командование Северного флота и Беломорской военно-морской базы. Главный день рождения отметили накануне православные северодвинцы. В храмах города в Рождественскую ночь не было свободного места. Подробности у Анны Бибиковой. В ночь 6 на 7 января на богослужении только в храме Вознесения Христова на Яграх побывало несколько сотен прихожан. Уже не первый год здесь едва помещаются все желающие. В Русской Православной Церкви Рождество – второй по значимости праздник после Пасхи. Я не часто хожу, я не крещеный, а просто Рождество и праздник, поэтому я пришел сюда. Волнение, рождение, рождение детей, рождение новой жизни. Праздник святой и вообще Рождество для нас, для нашей семьи – это счастливый праздник. Он считается основной, нежели Новый год, например, Рождество. То есть больше – это по-настоящему праздник. Новый год, Новый год, например, а это действительно праздник. Одному из главных христианских праздников предшествовал 40-дневный рождественский пост. Все это время постящиеся воздерживались от мяса, яиц, молока. 7 января наступило время рождественских святок. Впереди у православных 12 светлых дней. Ревностные христиане, особенно новогодние праздники, не числят как важнейшими и главнейшими. Мы поминали о том, что в Новый год и на нашей улице будет праздник. Вот он наступил, и теперь мы празднуем от 7 до 19. Рождественские святки завершатся праздником Крещения Господня. Все это время принято каледовать, ходить в гости, петь рождественские песнопения и даже получать за это угощение. Церковь к традиции святок настроена положительно, чего не скажешь о гаданиях. Анна Бибикова, Анастасия Рябченко, Вестник Северодвинска. Неработающие лифты, отсутствие света, снегопад на Рождество и трехметровые сосульки. Катаклизмы современного мира испортили впечатление жителей города от новогодних праздников. Тем временем и сотрудникам жилищных компаний пришлось трудиться без выходных. Такие сталактиты или просто сосульки в городе не редкость. Длина некоторых экземпляров доходит до трех метров. Жилищники сетуют, опасные ледышки появились раньше времени. Естественное образование теперь пугает жителей города. Часть жилищных компаний уже начала отмечать зоны. А в наиболее опасных участках работают сразу. Новогодние выходные оказались для коммунальщиков трудными. Город накрыла волна техногенных катастроф. Так вновь произошли сразу две аварии на электросетях. 6 января жители Беломорской, Южной и Железнодорожной сидели без света до 7 вечера. По выходу из строя выключателей серийного отделения Арханерго у нас была отключена электрическая энергия где-то с часу до двух, но потом было все включено. Ну и ближе к вечеру по вине архангельской фирмы ООО «Монолит», которая выполняла работу в 25-й квартале по прокладке сетей и провала кабеля. А 2-го числа в пяти домах вышли и строилифты. Аварию устранили до конца этого же дня. Хочу отметить, что в целом можно дать оценку работе жилищных коммунальных служб удовлетворительной. Причина оценки такой можно назвать следующей обстоятельностью, что на протяжении всех вот этих праздничных дней фактически у нас не было сильных каких-то аварий. В полном составе жилищники не работали лишь 4 января. Нет особых претензий у администрации и к уборке территорий. Впрочем, если они есть у жителей города, в управляющих компаниях от северодвинцев ждут звонков. Олег Савин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Индивидуальный номер налогоплательщика или ИНН теперь можно будет увидеть в паспорте. Отметка по желанию граждан вносится на 18-й странице документа налоговым органам по месту жительства физического лица. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и само свидетельство. ИНН вписывается в специальный штамп налогового органа по утвержденному образцу с использованием штемпельной краски. Местом для него станет верхняя половина 18-й страницы паспорта. Если она уже занята другими отметками, то штамп ставится в нижней части страницы. Северодвинцы такую услугу могут получить в управлении Федеральной налоговой службы на улице Первомайской, дом 3. Обратиться необходимо в окно номер 9 в приемные часы. В понедельник и среду с 9 до 18 часов, вторник и четверг с 9 до 20 и в пятницу с 9 до 16.45.